Всем привет! Популярная российская актриса Елена Цыплакова пережила немало трудностей в своей судьбе, прежде чем обрести свое долгожданное счастье. Однажды талантливой артистке пришлось серьезно бороться за собственное здоровье и утраченную красоту, поскольку коварная болезнь привела к критическому увеличению веса. Это было испытание и для ее карьеры, и для личной жизни. После успеха в картине «Д'Артаньян и три мушкетера», где Елена сыграла роль красотки Кэти, артистка немного разочаровалась в профессии. Поэтому Цыплакова решила, что должна получить профессию режиссера и успешно отучилась во ВГИКе. После развода с первым мужем, актриса не осталась в одиночестве. Ее вторым супругом стал врач-стоматолог Сергей Липец, который был на 22 года старше Елены. Они понимали друг друга и думали, что вместе навсегда. Несмотря на то, что детей родить так и не получилось. Пара надеялась до последнего, пока Елена не попала на операционный стол. После удаления аппендицита медики вынесли ей печальный вердикт – бесплодие. Но судьба приготовила героине этой истории еще одно, куда более суровое испытание. Однажды Цыплакова отправилась в африканские страны, чтобы определить место для съемок фильма. Но местный климат и насекомые очень коварны. Там Елена заразилась малярией. В итоге понадобилось длительное лечение, в течение которого женщина стала стремительно набирать вес. Во время борьбы с недугом ее вес достиг 120 кг. Начались ссоры с мужем. Начала злоупотреблять алкоголем, пытаясь заглушить охватившую тоску. В итоге союз закончился разводом. Елена долго возвращалась к себе прежней. В минуты страшного отчаяния она обратилась к Богу и стала глубоко верующим человеком. Конечно, продолжала сниматься, но теперь выбирала только те картины, работу в которых благословлял ее личный духовник. Она соблюдала пост, много молилась и старалась избавиться от пагубной зависимости. Как утверждает сама Елена Октябрьевна, только молитва и сердечная вера в Бога помогли ей сойти с ужасающего пагубного пути. Наступили двухтысячные, как-то раз она поехала в дачный домик за городом, и посреди деревенских дали ее машина заглохла. В отчаянии женщина принялась молиться о помощи и тут же заметила, как к ней подъехал незнакомец. Между Павлом Щербаковым и Еленой Цыплаковой завязались теплые искренние отношения, которые переросли в настоящие чувства. Сейчас известному режиссеру и киноактрисе 61 год, но ее зрелой красоте, очарованию и жизнелюбию можно только позавидовать. Любимый супруг всегда рядом. Свободное от работы время они проводят на даче, в тиши и трудах на огороде, ходят в храм. Будем надеяться, что актриса порадует своих поклонников новыми интересными ролями. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!